Доброе утро! Сегодня речь пойдет о Жорже Сюра. В начале 20 века, да и может быть вообще на протяжении всего 20 века художники пытались добиться простоты. Это так называется, хотя есть и другое название, а именно редукционизм, то есть сведение какой-то сложной формы к более простой, максимальное упрощение формы. Например, деревья Пита Мандриана или скульптура Дональда Джада. В общем, художники хотели добиться упорядоченности мира при помощи средств искусства. И вот этот вопрос волновал Жорже Сюра. Кстати говоря, он прожил достаточно короткую жизнь и умер всего лишь в 31 год. Как говорят, он умер от менингита, от той же болезни умирает его отец и маленький ребенок. У Сюра был свой подход к живописи. Например, Мане стремился ухватить мгновение или какой-то момент времени. Сюра нужно было отразить всю длительность времени, может быть даже бесконечность. Он стремился сохранить все достижения импрессионизма, яркая палитра, повседневные сюжеты, особенная атмосфера, но при этом придать в живописи структурность и прочность. Как будто картины импрессионистов напоминают беспорядочную кучу разноцветных тряпок, а Сюра хотел их разложить по полочкам и по цветам. Первая серьезная работа Сюра это купальщики ваньере. Тут сразу поражает два обстоятельства. Во-первых, это гигантский размер работы, 2 на 3 метра. А во-вторых, возраст художника, 24 года. Эта картина уже со своим особенным настроением. Что на ней изображено? Летний теплый день, река, набережная. На берегу сидят мужчины, подростки. Два мальчика стоят по поясу в воде, у одного из них на голове красная шапчика купальная. Река, кстати, сена. На берегу сидит еще один мальчик, свесив ноги. Куда-то смотрит. Рядом с ним мужчина в котелке. Наблюдает за рекой. Вдалеке плывут лодки. Тянутся столбы дыма из труб современных фабрик или заводов. В общем, типичная обстановка ровно того самого времени. 1884 год. Мы видим, что эта сцена написана в явном фигуративном стиле. Это значит, когда мы видим узнаваемых персонажей, фигурой, предметы. Но без малейших признаков вот такой туманной неопределенности и импрессионизма. У Сюра и река, и ее берег имеют четкую геометрию, как и собственно фигуры. Краски Сюра наносят буквально с механической точностью. Это еще не был его знаменитый метод пуантилизма или дивизионизма. Но здесь Сюра подходит к нему вплотную. А метод дивизионизма, грубо говоря, состоит в разделении цветов. В отделении их друг от друга. Белый цвет рубашек и парусов на этой картине послужил методу Сюра. Он подчеркивает яркость других цветов. Усиливает оттенки зеленого, красного и синего. Оказалось, чем дальше расположены друг от друга цвета, тем ярче они выглядят. Для нас с вами, конечно же, для зрителей. И это обстоятельство, между прочим, определяет размер картины. Потому что все цвета должны жить в картине свободно, а она должна дышать. Сюра был человеком своего времени. И, как многие прогрессивные люди, в конце 19-го столетия он считал, что наука может объяснить абсолютно все. И в том числе научный подход необходим в искусстве. Он был поклонником художников и мыслителей, которые размышляли о цвете. Среди художников это был, например, Делакроа. Делакроа изучал цвет методом проб и ошибок. Сюра же стремился привнести сюда научную систему. Он хотел постичь природу каждого цвета, чтобы понимать, как они друг с другом взаимодействуют или живут самостоятельно. Ну и здесь, конечно же, приходится обратиться к мнению специалистов. Прежде всего это Исаак Ньютон, чья книга оптика 1704 года и по сей день актуальна и остается, по сути, отправной точкой для тех, кто желает изучить, что же такое цвет. Ньютон объясняет, как белый луч, проходящий через призму, распадается или развагается на спектр разных цветов. Еще один знаток цвета это Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий поэт, который примерно через 100 лет после Ньютона создал свою теорию цвета, основываясь на заключениях знаменитого физика. А в 1839 году французский химик Мишель Эжен Шервей написал свою работу о законе одновременного контраста цветов. И Сюра изучил это все. Он считал, что современное ему искусство должно сочетать в себе научную основательность, точность, глубину подхода старых мастеров и обращение к бытовым сюжетам. И вот первое, что делает Сюра, он отказывается от спонтанных и хаотичных мазков-импрессионистов и переходит к нанесению четких, точных, тщательно выверенных мазков. Цвет их он выбирал по цветовому кругу, тщательно смотря, какой цвет противоположен другому. Тем самым он подчеркивал яркость цвета с помощью контраста. Этот прием он придумал, изучая книги по теории цвета. Вот о чем надо читать книги. Идея тут в том, что хотя на цветовом круге красный и зеленый расположены друг от друга диаметрально противоположны, но если их поместить на полотне рядом, они друг друга будут дополнять. И более того, каждый раскроется в своей максимальной полноте. Красный станет краснее, а зеленый зеленее. А еще Сюра сделал, собственно, открытие. Он обнаружил, что контрастные цвета, красный, синий, синий и желтый, станут еще ярче, если не лепить их друг на друга, а наоборот отделить их друг от друга. Он основывал эту идею на эффекте, когда мы смотрим, допустим, на зеленую точку на белой плоскости. Глядя на эту точку, мы видим не только физический объект, но и небольшое цветовое свечение вокруг него. Ну, это если смотреть на точку на белом фоне. Белый фон усиливает этот эффект, потому что он не поглощает свет, а отражает его. Как очень часто бывает в таких случаях, конечно же, самым первым человеком, кто обо всем этом догадался и уже давным-давно придумал, был, разумеется, Леонардо да Винчи. И создавая свои шедевры, он сначала покрывал холст, грунтовал его базовым белым цветом, а затем уже наносил на него другие прозрачные цвета. И получалось так, что его полотна начинали как будто светиться изнутри. У Сюра был свой вариант точка и точка. Краски на полотне не соприкасаются друг с другом, но в итоге они все равно смешиваются, потому что эту работу делает за художника глаз зрителя. Сюра грунтовал свои работы ярко-белой краской, и на таком фоне отдельные точки других чистых цветов придавали картине эффект мерцания. И для художника, у которого чувство порядка было обстряно так же, как это было у Сюра, этот метод имел еще один плюс. Сложность метода подразумевала упрощение форм изображаемых предметов. Ну, а результат получился такой, какой получился. Для многих он оказался ошеломляющим. Воскресный день на острове Гран-Жад. Вам ни о чем не говорит это название. 1884-1886 год. Это одна из самых узнаваемых картин в мире. Кузь железа, не отходя от кассы, по видимо, к такому принципу здесь сработал Сюра. Это полотно представляет собой расцвет пуантилизма. Хотя самому автору в это время не было еще совсем 30 лет. Перед нами снова огромнейшее полотно. 2х3 метра. Вот тут можно посмотреть немножко оригинальный вариант представления этого полотна. В отличие от предыдущей картины, здесь более оживленная сцена. Обратите внимание. Именно оживленная, значит, что здесь много людей. Здесь изображено действие. Можно сравнить это полотно с полотнами импрессионистов, которые тоже любили изображать оживленные места и сцены с участием множества персонажей. Но почувствуйте разницу. В отличие от предыдущей картины, Сюра, мы видим здесь человек 50. Мужчины, женщины, дети. В разнообразных позах. Есть даже три собаки и одна обезьяна. Большинство из них нарисованы в профиль. Все смотрят на реку. Ну а куда еще смотреть-то? Одна из дам в длинном оранжевом платье стоит у самой-самой воды. Левая рука ее лежит на бедре, а в другой удочка. Интересно, много она поймала, да? Некоторые пары сидят, разговаривают. Маленькая девочка танцует. Собачка прыгает. Другая мама с дочкой идут прям по направлению к нам с вами. Зрителям. Почти все укрываются от солнца. Кто чем, кто шляпой, кто зончиком, кто в тени. Очень жарко. Казалось бы, обычная сцена. Люди гуляют. Но все не так просто. Во-первых, как это выглядит. Если смотреть на эту картину не на репродукции, на некотором расстоянии, вам покажется, что как будто она пенится, словно перед вами только что налитая в бокал шампанское. Игристая. Контрастные точки, из которых она состоит, словно искрятся перед нашими глазами. Точки искрятся, словно пенятся. Но персонажи, изображенные с помощью них, абсолютно неподвижны. Словно фигуры, вырезанные из бумаги. Это обстоятельство создает впечатление некоторой холодности и отстраненности, когда вы смотрите на это изображение. Похоже на рекламный плакат, между прочим. И тут нет ничего от импрессионистического, пойманного, ускользающего мгновения. Здесь все как будто заморожено. Словно по команде все замерли в той позе, в какой они в тот момент находились. И вместе с тем от этой картины веет некоторой теплотой и безмятежностью. Потому что Сюра использует импрессионистическую палитру. Однако все это крайне далеко от импрессионизма. Здесь нет ни реализма, к которому эти художники стремились, ни объективности. Все-таки общественные парки, тем более в Париже, это достаточно шумные места. Там люди не ходят строем и не сидят рядком. Там отсутствует та самая упорядоченность, впечатление, которое возникает при взгляде на живопись Сюра. И тем не менее, повторяющиеся геометрические формы воскрешают в нашей памяти образы эпохи Возрождения или еще более раннего искусства античного или даже древнеегипетского. И более того, в этой же описи удивительным образом угадывается что-то современное для нас с вами. Цветные точки из которых состоят эти картины напоминают нам нашу современную пиксельную эпоху, а геометрические формы современный же промышленный дизайн. Живите теперь с этим знанием. Всего вам доброго и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok